Многие садоводы выращивают сливы и зачастую ягоды внезапно начинают гнить прямо на дереве. Почему же так происходит? Любая гниль это грибковое заболевание. Различные виды гнилей объединяют под общим названием манилиоз. Когда грибок попадает в благоприятные условия, его споры начинают активно размножаться и со временем поражают все части дерева, ветви, листья и ягоды. Если не бороться с таким заболеванием, могут пострадать и другие плодовые деревья. Слива поражается плодовой или серой гнилей. Каждый вид инфекции имеет свою особенность. Плодовая гниль возникает при теплом и влажном климате и быстро распространяется на листьях, побегах и плодах деревьев. Болезнь начинает поражать плоды в конце июня, а пик болезни припадает на август и сентябрь. На начальной стадии поражения на ягоде появляется бурое пятно, которое содержит споры грибка и со временем увеличивается в размерах. Пораженные ягоды зачастую остаются на дереве и способствуют дальнейшему распространению инфекций. Серая гниль или манилиальный ожог поражает сливы при прохладном и влажном климате. Сначала грибок развивается на цветках дерева, а позже переходит на завязи и побеги. Серая гниль возникает из-за загущенности посадок. При отсутствии обрезок кроны, если сливы растут в низинах или плохо освещенных местах, при наличии повреждений кожуры плодов или неправильном удобрении. Интересный факт. Слива – это результат скрещивания алычи и терна, которое было произведено более 2000 лет назад. Поэтому в диком виде в природе слива не встречается. Избавиться от манилиоза легче всего на начальной стадии. Для этого необходимо удалить все зараженные участки и опрыскать дерево бордовской жидкостью. Развести 100 грамм медного купороса и 150 грамм извести на 10 литров воды. Также к методам борьбы относят Периодическое рыхление почвы вокруг ствола. Повышение иммунитета дерева за счет правильного удобрения. Профилактическое опрыскивание бордовской жидкости. Борьба с вредителем. При поражении плодов грибком используют также народные растворы. С добавлением порошка горчицы. 80 грамм на ведро воды. Марганцовки. 5 грамм на 10 литров воды. И йода. 10 миллилитров на ведро жидкости. Приготовленным средством обильно орошают заболевшие деревья. Если видео было полезным, поставь лайк и поделись ссылкой с друзьями. Спасибо за просмотр. Пока.